ПАСХА Пасха. Праздник праздников, торжество из торжеств. В этот день православные христиане вспоминают великое событие, повлиявшее на историю всего человечества. Воскресение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа из мертвых. Ощущение светлой радости встречи с воскресшим Господом передается как взрослым, так и детям. С праздником Пасхи связано множество добрых семейных традиций. Праздник Светлой Пасхи – это главный праздник года. Мы к нему готовимся, и, конечно, готовимся великим постом. И по мере сил, возможностей стараемся соблюдать все традиции, все правила. И, конечно, пост делает человека и всю нашу семью сильнее, дружнее. Удается от многих соблазнов, от многих недостатков избавиться. И потом, конечно, стараемся уже в течение всего года поддерживать это духовное и хорошее настроение. Конечно, православный человек может встретить Пасху и дома, сидя у телевизора, смотреть трансляцию праздничного праздничной литургии из Центрального храма из Москвы. Но я считаю, что все-таки надо делать не у телевизора, а вот в храме. Потому что все-таки главная причастность или причастие человека православного – это в церкви. Вместе с людьми, вместе с прихожанами. Вот это будет такое сопричастие к телу Господнего. Поэтому я считаю, что надо не дома, по возможности, если человек не болеет, если он в здравии находится, надо быть в Доме Христовом вместе с прихожанами, в церкви, в храме. Приход в храм – это для меня событие, поскольку, к сожалению, не удается без работы в театре посещать храм так, как бы хотелось. И праздник Светлого Христового Воскресения – это лишняя возможность посетить храм и как-то все равно побыть наедине с самим собой. В ночь с 4 на 5 мая митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил праздничное пасхальное богослужение в Спасово-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. В полночь, в самом начале нового дня, началась светлая пасхальная заутрення. Под радостный трезвон колоколов, духовенство и все молящиеся совершили торжественный крестный ход вокруг храма. Остановка перед закрытыми дверями храма символизирует предстояние у входа во гроб Спасителя. Еще несколько мгновений, и округу оглашает весть о воскрешенном Спасителе. Пасха является главным праздником для православных христиан. В этот день Сын Божий, распятый на Голгофе за грехи людей и погребенный в пещере, воскрес из мертвых. День воскресения Христова – это праздник победы над смертью. Он дает надежду на спасение и вечную жизнь с Богом каждому человеку. За литургией в день Святой Пасхи на разных языках читается первая глава Евангелия от Иоанна, в знак того, что апостолы проповедовали Слово Божие всем народам. Митрополит Лонгин прочитал это Евангелие на греческом, болгарском и чувашском языках. Начало беже Словото, и Словото беже у Бога, и Бог беже Словото. Тобеже начало у Бога всичко через него станет, и без него не станет ни то и то, то новое, което и станет, в него им уже живота. И живота беже Светлината на чудесах, и Светлината в мрако святи, и мрако яд не оце. Оно прозвучало также на латинском, древнееврейском, английском, татарском, мордовском и русском. В конце службы митрополит Лонгин осветил Артас. Так называется пасхальный хлеб, который будет находиться в храме в течение всей Светлой Седмицы. Владыка сердечно поздравил всех собравшихся на богослужение с праздником Святой Пасхи. Это действительно праздник, праздник, и торжество, и старшество. Те из нас, кто готовился к Пасхе, кто посещал богослужение Великого Поста, и особенно Старостной Седмицы, кто размышлял о страданиях Христа Спасителя, кто старался очистить свое сердце, свою душу, свою совесть, кто часто исповедовался и почищался в эти дни, те ощущают пасхальную радость, о которой говорят все святые отцы, и которую, наверное, хотя бы однажды в своем сердце ощутил каждый человек, который ходит в храм. По окончании богослужения родители и педагоги воскресной школы, и симбирская православная молодежь помогли в организации трапезы для прихожан. Вечером, 5 мая, в светлое Христово Воскресение, митрополит Лонгин в сослужении духовенства епархии совершил Великую Пасхальную Вечерню в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Пасхальная Вечерня – это радостная и торжественная служба, посвященная воспоминанию чудесного явления воскресшего Господа своим ученикам, когда горечь и смятение у апостолов сменила радость встречи с воскресшим учителем. По традиции, в этот день состоялось награждение клириков и мирян церковными наградами. В Спасо-Вознесенский собор была доставлена Великая Святыня – благодатный огонь из Иерусалима. Этой традиции уже много веков. Паломники из России участвуют в церемонии схождения благодатного огня практически с первых веков крещения Руси. Это очень трогательная традиция, трогательный знак милости Божией к христианам. В Великую Субботу перед Пасхой во Иерусалиме в храме Гроба Господня сами собой на гробе Господнем зажигаются свечи. По-гречески это называется праздником света, святого света. Это предваряет пасхальную радость и утверждает нас в том, что Господь силен воскресить человека и победить всякое зло. Владыка Лонгин поздравил духовенство эмирян, всех православных ульяновцев с главным христианским торжеством. Слова Господу нашего Иисуса Христа обращены к каждым из нас. Воля пославших и меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел Христь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Вот почему нет ничего радостнее и важнее воскресения Христова, ведь это победа над смертью и залог нашего воскресения. Будем благодарны Богу за то, что Он сподобил нас прожить Великий Пост и вновь встретить торжество из торжеств. Будем благодарить Его за каждый день нашей жизни и за то, что все в ней Он устраивает нашему спасению. От духовенства и епархии митрополита Лонгину принес поздравление с Днем Светлого Христового Воскресения Партеерей Николай Архангельский, благочиной 1-го Симбирского городского округа. Пасхальные торжества будут проходить в течение последующих 40 дней вплоть до праздника Вознесения Господня. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам поступил такой вопрос. Грех ли, если нательный крест видно окружающим? Летом из-за жары открытой одежды мама маниакально прячет его и ругается, просит, чтобы я носила одежду более закрытую, чтобы спрятать крестик. Есть ли какие-то, в принципе, требования к обращению с нательным крестиком? Ну, вот церковная традиция, она вот такого термина, как нательный крестик, она не использует. Есть понятие, как на перстный крест. Персий – это грудь, то есть на груди нужно носить крест, там, где сердце. Кресты бывают и такие, которые носятся поверх одежды, и маленькие, которые удобно носить вот именно под одеждой. Но вот в этом вопросе прослеживается какой-то, знаете, панический, я бы сказал, даже какой-то животный страх. И он не должен, конечно же, иметь место, потому что крест – это всегда красота. Крест – это всегда святость. Крест – это всегда помощь, потому что это оружие на дьявол. Крест – это знамя победы Господа над дьяволом, жизни над смертью. А знамя его никогда не ставят в кладовку. Знамя, оно всегда находится на почетном месте, и возле знамени всегда бывает почетный караул. И это знамя, если мы говорим о воинском знамени, это знамя доблести, чести, победы. И таким образом это символ мужества и высочайшего, я бы даже сказал, идеала. Поэтому, когда символ высокого, высочайшего идеала находится перед глазами людей, это прекрасно. И, конечно, это возлагает на человека, который одевает на себя этот крест, большую ответственность. Поэтому я думаю, что человек, который пытается прятать крест, он однозначно находится в заблуждении. Это заблуждение может выражаться либо в его неправильном понимании смысла креста, то есть это не амулет, не талисман, который хранит тебя тайно, а это образ твоего мышления. Это образ любви, которую ты хочешь стяжать, то есть получить ко всем, к Богу, к людям. То есть любить Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всем разумением. Хочешь ближнего любить, как самого себя. И вот этот крест, он как раз и свидетельствует о том, что ты касаешься высокого идеала. Ты служишь ему, потому что ты крещен. Ты воин Христов. Ну, представьте, если вот все солдаты, все офицеры, воины снимут с себя знаки различия. Даже полевая форма, которая предполагает особую маскировку, она и то предполагает знаки различия и в чинах, и в родах войск. Наш мир сейчас очень однородный. Очень много символов греха, ярко-сатанинских символов, которые наполняют сознание. Поэтому если в глазах людей будет больше появляться святых образов на груди людей, то это прекрасно. Кончилось то время, когда гнали за веру на нашей Руси, на нашей земле. И поэтому теперь за ношение креста не посадят. С работы не уволят. И крест нужно носить. Поэтому живите свято, и пусть крест свидетельствует о вашей святости, и пусть люди это видят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok